Приветствую вас! И я бы не хотел давать вам советов по поводу того, стоит ли уходить от вашего мужчины или нет, потому что это решение принимать только вам и не является этичным. Говорить вам, что да, уходите, у вас ничего хорошего не будет, или наоборот говорить да, ждите, надеетесь, верьте, что он изменится, что все будет хорошо. Я думаю, что это решение принимать вам, ну или по крайней мере советовать здесь могут ваши родные, ваши друзья, но не психологи. А вот с точки зрения психологии я бы порекомендовал вам сделать так. Вы чувствуете сейчас, что мужчина явно не отвечает вашим требованиям. Вы чувствуете сейчас, что он не дает вам того, что вы хотите, и не хочет давать. Его все устраивает, и ему все нравится, и к большему он не стремится. Что самое печальное, это то, что у человека слова расходятся с делом. Вот он вам говорил, что откроет свой бизнес, но ничего такого не получилось. Он говорил вам, что там будет зарабатывать больше, но тоже ничего не получилось. И исходя из этого, я думаю, что вам нужно для себя решить так. Ну, вы с мужчиной прожили какое-то время, вы с мужчиной пробыли определенный срок. В конце концов, он ничего плохого, откровенно, по крайней мере, вам не делал. И я думаю, он заслуживает некоторого отношения, такого, знаете, отношения, которое бы могло дать ему шанс. И вот это главное в вашей ситуации, дать мужчине шанс. Вначале ему стоит сказать, что, знаешь, дорогой, я чувствую, что с тобой я не раскрываюсь. Знаешь, дорогой, мне кажется, что ты тянешь меня вниз. Знаешь, дорогой, мне кажется, что наши интересы не совпадают. Знаешь, мне кажется, что я могла бы больше, чем я могу с тобой. И для мужчины уже это подслужит тревожным звоночком. Но если он не отнесется серьезно к тому, что вы говорите, тогда стоит сказать ему, что, знаешь, дорогой, мне кажется, что имеет смысл пошить раздельно. Я чувствую, что задыхаюсь, я чувствую, что мне не хватает свободы. Я хочу пошить отдельно и понять, что же я вообще по жизни собираюсь сделать. Потому что такой возраст, да, пора бы уже с этим определиться. И для мужчины это тоже подслужит тревожным звоночком. Если он ничего не сделает в этот момент, то вы действительно будете жить какое-то время отдельно. Заметьте, пока ни о разводе, ни о разводе, ни о разводе. Пока не идет разговора и о расставании. Но вы показываете мужчине, что вас не устраивает текущее положение дел. Вы даете ему шанс что-то сделать. Шанс, который он заслужил, как мне кажется, силу того, что, ну, откровенно вас не оскорблял. В общем-то, был вам предан. Ну и, по сути, не делал ничего плохого. Да, он не отвечал вашим интересам. Но это связано, наверное, больше с его характером, с его темпераментом. Может быть, определенными проблемами в психологическом плане. Но, тем не менее, я думаю, что вам нужно не останавливаться на этом, если потребуются дальнейшие действия. И вот когда и если вы уже будете жить отдельно и увидите, что мужчина ничего вам, ничего для вас не делает, вот тогда можно сказать ему, что, наверное, дорогой, нам стоит развестись. Ну, не вижу я с тобой будущего. Ну, не вижу я с тобой в действии, что я с тобой могу достичь того, чего я хочу. А ты, ты мои желания не удовлетворяешь. Ты не соответствуешь тому, чего мне хотелось бы. Я от тебя ничего не прошу и не требую. Ты такой, какой ты есть. Но мне нужно что-то другое. Мне нужно что-то большее. И это будет последним шансом для мужчины что-то поменять в своей жизни, чтобы вас не потерять. Ну, а если дойдет до расхода, то, понятное дело, что после этого вы уже вольны делать все, что вам хочется. То есть, в принципе, если ваши интересы не удовлетворяются, это нельзя оставлять без внимания. Но нужно дать мужчине осознать всю серьезность ситуации, причем постепенно, по нарастанию, все наращивая и наращивая ощущение того, насколько все важно и серьезно для вас. И только тогда, уже не видя никакого желания от всего страны что-либо для вас делать, принимать решение об уходе. Надеюсь, вам понятна моя мысль. Надеюсь, вам поможет мой ответ. Если он понравился вам, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...